здравствуйте друзья вопрос задается такой часто спрашивают на интервью на собеседование да как там в россии на украине называют это собеседовать в америке интервью вот спрашивают на job интервью почему мы тебя должны взять да а тут у нас выпускник он говорит я закончил курсы там по функциональному тестированию 90 часов то у них эта программа и вот почему меня должны взять а опыта никакого значит я может быть коротенькое такое отступление только сделаю дело в том что для того чтобы тебе задали вопрос почему тебя нужно взять а не кого-то другого надо сначала попасть на интервью и для того чтобы попасть на интервью надо резюме особенно такое где опыта нет сделать более привлекательным в частности вот вы пока учитесь значит вы должны какие-то проекты наверное делать напишите в резюме о проектах которые вы делали пойдите там фриланс какой-нибудь возьмите там есть веб-сайты где дают проекты за бесплатно не имеет никакого значения возьмите проекты пойдите на ютест там возьмите несколько проектов если тестер и ну по возможности там значит постарайтесь сделать проекты у знакомых у кого угодно ищите проекты если вы хотите чтобы с вашим резюме вас куда-то звали там должны быть проекты то что это было волонтерский проект то что вам денег не платили во первых в резюме это не написано и не обязательно писать во вторых даже если это в процессе разговора выявляется это на самом деле все равно вас хорошо характеризует человек учиться при этом рвется в бой делает проекты и даже не спрашивать там сколько за это денег платит это это на самом деле все очень на пользу но и так есть резюме вы как могли сделали его привлекательным попали на интервью вам говорят а почему ты и первое что нужно понимать что есть группа вопросов это один вопрос из группы и ответ более-менее одинаковые на все эти вопросы то есть если вы концептуально поняли о чем речь идет то вам без разницы какой вопрос вам зададут из этой группы это все равно будет вопрос о том значит вот почему вот вас могут спросить расскажи о себе это тот же самый вопрос какие у тебя недостатки какие у тебя сильные стороны и их много их надо с десяток там не меньше так вот что ты хочешь от этой работы почему ты хочешь работать в нашей компании это все одни и те же вопросы из той же группы то есть разница небольшая есть но в общем-то концептуально это один и тот же ответ так вот вы же не знаете других людей которые там участвуют правда ведь кажется что просто дурацкий а я же для других не знаю может может и не меня может быть еще кого-то надо взять как как судить я вам больше скажу вы же понятия не имеете о том как они отбирают людей вы почему мы должны взять тебя а я даже не знаю как вообще отбирать может вы девчонок симпатичных берет в эти я там на одну ногу хромой как я тоже как я вам отвечу я вам больше скажу то есть еще больше я вам скажу а они сами не знают как они людей отбирают они могут думать что они это самое отбирают там по каким-то признакам а дальше они как все нормальные люди ну не все но большинство отбирают тех кто понравился а почему понравился они сами себе отчет не отдают это нам более сложным уровне все может происходить на гораздо более сложно вот невербальное общение пойти невербальный коммуникейшн вот это вот они не знают сами поэтому вопрос если его буквально воспринимать его нельзя буквально воспринимать то что если его воспринимать буквально это бред собачий то есть некоторые люди говорят я вообще не хочу с такими разговаривать что они такое спрашивают там это возмущаться начинают и тогда пожалуйста не не ходи на работу не ходи на интервью там пути пусть они возьмут но все-таки о чем вопрос значит я хочу такой акцентик что ли небольшой сделать дело в том что когда вас на интервью приглашают на собеседование приглашают если есть серьезные сомнения что человек по техническим характеристикам не в состоянии эту работу делать вас просто не позовут ни у кого нет времени на это на все ну то есть всплески какие-то бывают я не хочу сказать что никогда не попадешь на интервью после которого какого черта не вообще приглашали зачем они меня вообще приглашать какое я имею к ним отношение это бывает но как вот тенденция такая причем очень очень явная тенденция если вас уже на интервью позвали то скорее всего в техническом плане они исходят из того что вы в состоянии делать эту работу тем не менее у них пришло допустим пять человек оппозиции 2 или там пришло 10 человек оппозиции 3 и им надо там из двух с половиной из трех человек это брать одного в среднем значит при том что они в принципе знают вроде бы одинаково я поскольку все время со студентами там вокруг этих вопросов хожу и такие тесты мы им даем вот напишите да как как бы вы ответили и есть несколько таких массовых что ли заблуждение на этот счет они начинают писать вот почему мы должны взять тебя и они начинают писать о том как они могут повлиять положительно на качество там тестируемого продукта что у них там есть какие-то навыки которые они могут там прибыль принести искать на пользу компании и так далее это это первая очень грубая ошибка потому что вас не за это берут вас берут вот в данном случае что мы имеем мы имеем выпускник курсов так кажется что какие у тебя там навыки 90 часов там функциональное тестирование изучала может быть ты там программистом до этого был может быть ты я не знаю там веб-дизайном занимался может быть ты вообще откуда ты взялся а что у тебя за образование как такое может и по бухгалтерии там изучал чем а может быть по связи это же разные вещи или там нет по программированию поэтому что ты принес курсы вот 90 часов молодец вас не за это берут абсолютно не за это вас берут за то кто вы и что вы из себя представляете в человеческом плане насколько вы мотивированы для чего вам эта работа к чему вы стремитесь в состоянии ли это компания дать вам то к чему вы стремитесь потому что если все что они вам могут дать это пейчак да вот в конце месяца или там два раза в месяц так с вас же не получить ничего пойти даже взаимно обогащающий процесс я тебе даю то что тебе нужно ты мне даешь то что нужно мне если я тебе даю фигу с маслом так и ты мне что-то что даешь вот и надо понимать что вопрос не технических ваших достоинств вопрос гораздо глубже следующий такой знаете есть момент который надо избегать его говорят я вот там изучал там вашу компанию я там позицию джок дискрипшен изучал и вот я пришел к выводу что я идеально соответствую вашим требованиям не надо этого говорить ну честно это это ужасно не солидно это это но невероятно плохо я еще раз повторяю они сами своих требований не знаю но делать даже не в этом даже если они изумительно знают свои требования и абсолютно четко знают кого они хотят взять вы так какое понятие об этом имеете он джок дискрипшен прочитал джок дискрипшен не для того пишется чтобы точно описать позицию я я вас уверяю то есть может показаться конечно но вы тут судить не можете вы не можете судить соответствует ли ваши навыки их представление о том что там написано да написано там допустим html java script там я не знаю python и выгодья идеально соответствует товарищ не факт то есть может быть вы ничего не знаете про html и там python и java script в том смысле в каком их интересует эта позиция если уже вы про технические какие-то характеристики вы не вы не можете и не должны этого делать это ужасно не солидно так вот выбери меня да значит я не знаю людей с которыми я соревнуюсь я понять не имею как вы отбираете но у меня есть шанс понимаете всякий вопрос который вам задают на интервью на собеседование это вот как бы оппортюнити да это ваш шанс это возможность показать что вы классный у всех этих вопросов есть проявленная так сказать часть составляющая есть скрытая составляющая скрытая составляющая не проявленная составляющая звучит так чтобы мне захотелось взять тебя на работу давайте теперь весь вопрос почему мы должны скажи почему мы должны взять именно тебя так чтоб нам захотелось себя взять расскажи нам о себе так чтоб нам захотелось тебя взять почему ты хочешь работать в нашей компании так чтобы нам захотелось тебя взять если бы ты мог выбрать любую компанию на свете в какой компании ты хотел бы работать скажи так чтобы нам захотелось тебя взять вот это скрытая часть вопроса понимаете он же не вообще задается вот как сказать есть такой понятие фейс валью вот то что написано написано доллар значит доллар но если это золотая монета и на ней написано 1 доллар она может стоить там скажем полторы тысячи долларов дали там не знаю какой там сейчас курс вот значит вот фейс валью доллар а на самом деле там 1500 поэтому нельзя эти вопросы воспринимать этот фейс валью там еще скрытая часть есть который не написано но она есть так чтобы нам захотелось тебя взять за что компании хотят людей взять на работу тем более начинающих потом с курсов там и так далее это конечно не то чтобы у всех одинаково но тем не менее есть какие-то крупные блоки которые всем хотелось бы видеть если вы тем более говорим про инженерную работу если мы говорим про начинающих про молодых ребят может быть не обязательно молодых но все равно начинающих которые меняют профессию может быть там в 30-40 лет тоже тоже бывает и ничего страшного нет то есть они тоже находят работу почему тебя взять вот тебе 35 лет где там кем-то был в курсе закончил а почему тебя надо взять значит дальше начинается такой разговор где я вам что-то скажу а может быть другие люди добавят к этому потому что есть тонкости и есть много тонкостей в разных компаниях в разных странах и разные культуры и и тут надо как бы с учетом то есть нельзя сказать чтобы вот то что я вам сейчас скажу это будет относиться больше к американскому рынку труда вот здесь в кремниевой долине конкретно то есть может быть в нью-йорке не так а где-нибудь там в техасе еще не так я не знаю но вы напираете на то что у вас есть некий жизненный путь да вот есть концепция жизненного пути у меня есть видео специально на эту тему где вы говорите вот я закончил институт скажем если поскольку вас бы спросили например там расскажи о себе расскажи о себе что это значит вы должны рассказать ответить сразу на много вопросов иначе вам их отдельно зададут вы должны сказать какое у вас образование чем вы занимались получив это образование допустим вас образование по экономике но вы например продавали там я не знаю что швейцарские часы вы можете при этом сказать что вы на самом деле когда школу заканчивали вы хотели всю жизнь там заниматься программированием и очень компьютерными технологиями но вам родители сказали нет это не путь там туда-сюда вот потому что в том месте где вы жили там скажем это было не вариант ну например или скажем для девушки у меня была девушка здесь она в туркмении закончила там чего-то по сетям и она не могла найти работу потому что в туркмении вот как она объясняла то с ее слов по себе девушка не берут на такую работу так вот и вам родители сказали будешь вот экономистом это востребовано там туда-сюда а что в 17 человек понимает вот он пошел он значит взял учился на экономиста потом закончил с работой опять были проблемы занимался вот этим занимался тем а тут у него допустим и мы все время хотелось заниматься компьютерными технологиями но он понимал что надо еще один университет закончить уже надо как бы работать и зарабатывать и себя содержать и как-то это все не складывалось и вдруг он узнал что вот есть там профессия такая как тестирование программного обеспечения как бы черный ход такой в компьютерные технологии где можно за несколько месяцев в общем начать работать а дальше уже развиваться получать уже образование более серьезные так далее и вот это расскажи о себе значит образования у тебя какой чем-то занимался почему у тебя в жизни встал вопрос что ты меняешь профессию это тоже очень важно а почему ты меняешь профессию а почему меняя профессию ты выбрал именно тестирование или программирование или системой администрации вот что выбор почему потому что если они видят в том что вашим выборе несостоятельность какую-то им не хочется с вами заниматься они понимают с чего что-то не то делаете, думаю, ну вы нафиг, я не могу ему помочь, он что-то не то делает значит и поэтому очень важно искренним быть если они чувствуют фальшь, если вы ответ прочитали на интернете, а это ответ другого человека, так и все уже не важно, что вы сказали, если вы врете а это же чувствуется поэтому, вот уже пошло невербальная communication, да значит, когда вроде бы сказали вот это, а они говорят врет значит почему ты меняешь профессию, что ты дальше собираешься делать, вот ну хорошо, сегодня вот мы тебе дадим работу, мы тебе возьмем начинающего, а как ты себя видишь через 5 лет, и вот они пошли все эти вопросы, вы можете рассказать на 3 копейки и вам дальше по одному все эти вопросы зададут так вот вопрос, почему мы должны взять тебя потому что я мотивирован, потому что я нахожусь в такой ситуации, когда я ну как бы свою жизнь как бы обратно востребую, да, claim your life back вы занимались чем-то, но это не было ваше вы пришли в такую точку, когда вы меняете профессию в данном случае, вот как в контексте этого вопроса вы меняете профессию, вы не просто работу ищите вы жизнь свою меняете, меняете ее к лучшему меняете ее осознанно вы понимаете, что вы делаете зачем вы это делаете вы никаких других альтернатив сегодня не рассматриваете вы хотите это делать, почему вы хотите это делать именно тестировано, именно вот в вашем возрасте с вашим образованием, почему потому что вы себя измеряете свой успех да, другой вопрос что делает человека успешным как ты измеряешь как ты измеряешь свой личный успех как ты это делаешь значит ты хочешь быть вот мы когда с ребятами разбираем someone who makes the difference понимаете я хочу быть кем-то кто в этой жизни что-то делает существенное making the difference и значит я например допустим мне 30 лет и я решил там двинуться в IT технологии после какого-то может быть там какой-то задержки но я говорю, что я я хочу выучить языки программирования я хочу быть очень приличным там тестером со временем но я понимаю, что как программист я не буду уже на том уровне где я могу make the difference а как тестер могу и я знаю людей и я изучал вопросы я разбирался я вижу людей которые там через несколько лет уже очень серьезные специалисты и там скажем в автоматизации там или еще в чем-то серьезном, сложном поэтому я поэтому я этого хочу понимаете вы измеряете свой успех в своей способности отдавать не брать а отдавать и вы говорите чем больше я отдам тем лучше я себя чувствую и я верю в то что чем больше я отдам тем больше мне за это там компенсируют в тех единицах в которых я бы хотел быть компенсированным но но это то как я вижу мир есть люди которые хотят только дай-дай-дай-дай-дай и оптимизация происходит такая чтобы получить как можно больше не давая ничего но это не вы вы контрибьютор вы человек который хочет вот это вот make the difference есть такой еще термин у нас популярный говорят going for an extra mile да лишнюю милю вы готовы лишнюю милю вторую третью пятую десятую пройти чтобы добиться своей цели вы не делаете от и до а вы делаете больше и еще больше и еще больше и все что вы хотите от этой компании от этой работы вы хотите чтобы у вас была возможность лишнюю милю вторую третью пятую вот это вы хотите и и поэтому вы здесь и это то как вы оцениваете себя и свой успех и свою будущую способность быть успешным там или неуспешным поэтому все что вам нужно от этой работы от этой компании почему вас должны взять потому что вы рветесь в бой и все вам все остальное простят вам простят что вы не очень там html ответили какой-нибудь вопрос есть люди я видел людей таких которые знают очень много ничего делать не хотят не идет понимаете обрыдло вот вчера мы разбирали историю парень два образования кандидат наук высших образований кандидат наук влом ему это не идет понимаете а вам не влом а у вас глаза горят и вот вот это то за что вас надо взять поэтому как только вы проникнетесь вот этим концептуально значит дальше все остальные вопросы на интервью они через это уже все отвечаются вот эти вопросы позиционирующие вас вопросы почему тут в какой компании что такое для тебя идеальная работа и так далее идеальная работа это та где я могу быть someone who makes the difference а где ты хочешь быть через пять лет я хочу быть в позиции в такой в которой я make the difference я не измеряю это тем что я менеджер я не измеряю тем что я я там дорос до программиста или там занимаюсь автоматизацией чем ты занимаешься это одно на каком уровне ты занимаешься вот вопрос если ты занимаешься автоматизацией серенько это не то я не знаю чем я буду заниматься через пять лет я может быть менеджером буду а может быть я буду автоматизацией заниматься а может быть я вообще project manager буду через пять лет это не важно я буду сам who makes a difference я не принимаю вот это медиокрити посредственность вот эту не принимаю вот за это вас должны взять вот 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 собственно и все то есть я еще раз вы спросите может быть 100 разумных людей и 100 разумных людей вам скажут 100 разных разумных вещей на эту тему но вот вот я так скажу счастливы